Начал запись, не судите строго, побывал аварий сегодня автомобильный, настроение минорное, но работать надо. Так, я включил громкую связь. Да, это Валерий Костенович. Так, сама процедура такая, вы мне позвонили первый раз и сказали, зададите несколько вопросов по то ли по черенкам, так было? Нет, я так не упереждал, я никогда не бываю категоричен. Во-первых, я вас поздравляю, это хорошо, что вы, извините, как вы дурак дураком. Значит, у вас все шансы. Если бы вы были опытным, то вас уже поздно было бы учить. А тут всю Россию надо переучивать. Я уже набрался наглости. Давайте так, я не знаю, получили запись. Во-первых, просьба громче разговаривать, хотя я включил громкий звук, но записывает компьютер. Что будет, то будет. Итак, если еще я буду дублировать вопросы, задавайте. Вопросы. Ну, вот, я не знаю, понимаете, у вас столько много сортов всего, и, ну, по описанию, конечно, не поймешь. Поэтому хотел узнать, что вы рекомендуете, и хотел, чтобы сорта были, но такие, которые растут и плодоносят. Причем, ну, по возможности, были сочные, вкусные, крупные. А тут, ну, я просто, ну, например, смотрю у вас абрикосы, да, очень много абрикосов, какие-то, с красным оттенком. В свое время, если у ребенка, когда на Украине, что-то звук прорывался. Говорите дальше. Ну, вот, я... Они были, ну, смешные кустые, я не знаю. То есть, они какие-то были переслаченные, не смешные, не смешные, а вот такие желтые, как квадратные, как они говорят, калибровки, те, наоборот, герезуют. Поэтому я и хотел вас спросить, ну, чтобы вы подсказали, какого основа ребят, какие лучше, какие, ну, чтобы я их, соответственно, заходил. Ну, я не только абрикосы, я во всем основном заходил с Россией. Так, вы знаете, это вопрос такой огромный. Так, что же надо делать-то? Давайте так, сейчас немножко границы какие-то обозначим. Знаете, как мы обозначим их? Во-первых, вы сейчас про косточки или про черенки все-таки? Ну, я думаю, вот так, вот так. Ну, тогда надо разделить, потому что совершенно разный будет результат. Давайте начнем с косточек. И давайте ограничиваемся туда абрикосами, вы сами сказали. Вот. Давайте сделаем так. Абрикосовые косточки у меня от самых простых манчжурских. 15-20 грамм вес с кислинкой. Потом идут их дети. Это уже, когда потомство уже, их уже косточки с невзятой, выросли с косточек деревья, они оказались в среднем в два раза крупнее и в два раза слаще. Они все чисто сладкие, но все вкусные. Знаете, я раздеряю понятие сладкие и вкусные. Большинство предпочитают кислинку. Вот. Они чем хороши? Уж эти никогда не замерзнут. Да, они могут сопреть. Часто меня всегда удивляет, когда человек живет на Кубани или там в Брянске, в Ростове, и говорит, у меня замерзли абрикосы. Да, даже культурные абрикосы, даже южные, все равно не должны выдерживать это все. Скорее сопривают. Я такие примеры приводил, эфир вы есть. Но всегда придется с вами очень много копать. Где вы живете? Подмосковье. Подмосковье. Мне пришлось, когда меня, этот кандидат в наук, заслуженный, почетный, агронома России, этот самый, все, не буду фамилию называть его, хотя он меня позорил капитально, сказав, что саженцы железа в Подмосковье замерзнут, потому что у него в Сибири теплее. Мне пришлось взять статистику. У меня средняя зимняя температура на 8 градусов ниже. Средняя зимняя. Средняя. Поэтому мы с вами исключим замерзание раз. Теперь, значит, насчет предпринимания я всегда говорю, где ваши холмы, садите на холмы обязательно. Вот. И мне впереди создание фильма про холмы. Я уже обещал, а придется. Хоть состояние у меня не очень, но мне придется еще делать фильм. Вы сидите, вы заходите ко мне на канал Садовства по Железу. Там 3000 фильмов. Понятно. Еще кто в городу хотел заказать, у вас тоже. Но, спросите, не получилось, что-то. Я уже не помню, чем связано. А так-то с адресом, значит, да. Ну, хорошо, дальше идем. Итак, другая крайность, это я их называю супер-абрикосы. Они лучшие в стране и лучшие в мире. Так, академики, королевские. Вот. Да-да. Теперь я прослушал еще раз вопрос, задайте. Первый сон, абрикосы. Как они называют? Значит, академик, королевский, бай, фаина. Это супер-абрикосы. У них средний вес 800 грамм. Так. Средний. Хотя бывает и крупнее. И вот они хороши тем, что не было ни одного случая у тех, кто их у меня покупал и выращивал, чтобы из них выросли дички, дикие. Хотя именно это меня били по морде, потому что это общепринятое научное знание и убеждение, что вырастут дички. Представляете, абрикосы 10 штук килограмм, да? Вот такие крупные абрикосы, и вдруг они должны превратиться за одно поколение в дички. А у них рядом супруги растут. Абрикосы плохо опыляют сами себя. И это хорошо. Именно перекрестное опыление и дает здоровье. Так же, как мы. Мы же не женимся на сестрах. Так и они. Вот. И получается, что рядом с академиком может расти, пусть в два раза скромнее. Но такие же культурные. Значит, потом все будет довольно приличное. Да и вымерзать уже несколько поколений. Они пропитаны генами Манджорса. Значит, они уже не замерзнут. Мне так кажется. У меня сейчас включен компьютер. Я сейчас включу, чтобы это как бы отражало. Потому что мы с вами говорим. А вот это фотогалерея. И так намного ярче впечатление от того, что я говорю. Вот. Наверное. Вот. И потом, когда увидят этот фильм, вы поймете, что он получается со своими картинками более полноценным. Вот. А вот, кстати, вот сразу нарвался вот перед нами. Ну, потом вы видите, а пока, поверьте. Вот я сейчас абрикосы. Да, это будет и амур. Вот. Амуры давно потеряли такую окраску. И вот у меня нормальное дерево с разными плодами. И вдруг одна ветка бах. Ярко-красная. Бродят гены. Бродят, бродят. Значит, что? Получается, чтобы вернуться к амуре, что мы должны делать? Правильно? Перевивать. А вы же начали разговоры про прививку. Первое слово было. Помните? Да. Вот. Теперь давайте так. Это так я нарвался на картинку интересную. Это такие тут. Они настолько все перемешались. Меня пугает другим. Знаете, чем? Глядя на эти красивейшие фотографии. Что они усредняются. То есть, ну, представьте себе, что в целом, когда пыльяется, пыльяется. Вот. Ну, как бы это примеры приводить? Ладно, с людьми не буду приводить. Смотрите. Итак, Подмосковье. Я считаю, вы можете спокойно у меня купить косточки. Кстати, не поздно. Хорошо, что вы позвонили. Да, часть просыпается прямо в посылках. Надо только говорить о моей добросовестности. Вот. Не халтура. И сразу их надо садить. Вот. И они у меня сарифицированы. И, допустим, на это, на, как будет написано «Академик» на этом, на пакетике. Значит, 100% академик. Если будет фаина, значит, 100% фаина. Вместо 100 грамм может получить 30, 50, 80. Ну, поверьте, для вас это уже, это уже хорошо. Некоторые повторят качество. А я думаю, это выдающие случаи, когда там 30, 50, 1, 2 получатся огромные. И вы можете стать основателем нового сорта. А знаете, почему? А знаете, почему невозможно вырастить новые эти самые, новые сорта? Никто не вырастет никогда, сказать. Потому что они заражены генами нескольких сортов, нескольких поколений. И каждый раз вы будете получать, это я уже вам говорю, как селекционер. Доморощенный, правда. Какое вы эти права называться селекционером, представляете? Это я получал. Вот. У меня же написано в дипломе методовых. Ладно, так вот, я закончу с этим. Значит, получается, что каждый раз из косточки, сколько бы поколений ни было, получится нечто новое. А мне это интересно, а кто-то морду воротит. Вы гарантируете, это точно такой же близко? Вот я сейчас выберу какой-нибудь крупный, да? Вы не видите? Ну, ладно, сейчас. Какой-нибудь выберу покрупнее. Вот такой, например, да? Вот это вот. И мне скажут, гарантируете, что такое будет? Я говорю, нет, не гарантирую. В трубках пи-пи-пи-пи-пи. Вот. Вот так. Ладно, мы с косточками заканчиваем, про черенки будем говорить. У вас есть на что привать? Что есть. На что привать есть у вас? Если говорить о черенках, пока они есть. Ну, у нас такой молодой садик, по-моему, я даже не знаю. В принципе, черешня. И есть ловочная, лишняя, но она чуть-чуть плохо ломается. Так, ну ее мы привать не будем, черешью мы привать не будем. Ну, тогда, получается, вы сами носили щенку. Может быть, это на следующий год переносим? Сейчас уже не спрашиваю, как сейчас начнем, что появилось. А сейчас у нас кусочек. Тогда надо побольше подвоев, чтобы сад создать. Ну, понятно, поэтому, конечно, к нам обратились. Ну, вот смотрите, давайте так. Я вам дам еще время. Например, допустим, хотя сейчас каждый день дорог, у меня уже начинают просыпаться прямо у меня. А впереди, допустим, неделя посылки. То есть идут последние деньки. Значит, я, например, думаю так. Вот у вас есть друзья, знакомые, родственники. В любом саду можно найти косточки выкультуры. Например, у меня еще 10-20 черенков персиков есть. Это невиданная ценность. Это абсолютное незамерзание в вашем краю. Сейчас, кстати, монтируется. Вы когда позвонили, знаете, вы нарвались. Я говорю, фильм монтирую. Фильм монтирую про Макарова. У него сад с персиков, у него кровной. А Огнинск далеко от вас? Огнинск от вас далеко? Что далеко? Огнинск. Да, Огнинск. Ну, вот тут Калужской область. 29-40 человек. Ну, вот видите, по мировым меркам вы живете рядом. Можно на велосипеде или на лошади доехать. Так вот, слушайте дальше. Значит, это пример того, что неукрыженные персики у вас могут быть. Вы ищите любое соседение везде. Главное не потерять год. Вот у меня еще одна такая авария, и у меня на свете не будет. А тут все бывает. Сердце на границе выживания. Мне ко мне вчера приезжал с Абакана, такой же, как я, увлеченнейший человек за свинками, да? Вот. А у него это, что там в сердце стоит? И жалуется, что у него батарейка садится. Я говорю, я никогда ко всем не дамся. Вот. Это что за жизнь с батарейкой? Вот. Я к чему говорю? Попробуйте в этом году хоть что-то заказать. Персик можно привить на сливу, на алучу, на абрикос. На вишню вымудряются вылочную прививать. И прекрасно плодоносит. Вот. Ну, давайте, попробуйте. Почему? Пока вы заболеете этим делом, потом... Вы понимаете, что такое единственная коллекция в России, в мире? Вот то, что сейчас я листаю. Единственная по качеству этих сортов и по качеству самих черенков. Сколько людей дурят? Вы знаете, что было, когда мы продаем черенки, мне прислали ссылку. В августе нарезают, в августе нарезают черенки для весенней прививки. И главное, режут с этими самыми листьями. Знаешь, что он делает? Листья ошмыгивает в августе. И сам говорит, это для весенней прививки. Ведь человек получит вот такое чудо зимой. Я постепенно пришел мнение, что если я не единственная, то первое, это точно. Итак, каталог высылать вам, или вы знаете его, или видели на сайте? Ну, дело в том, что на сайте я вижу. Каталог, каталог, вот именно от вас узнать, какие вы рекомендовали. А давайте сделаем так. Значит, про персики я сказал. Так. Ну, абрикосы, на абрикосы. Да, да. Говорит, я еще знаете, что хочу рассказать? В том году, или по запросу, не помню, еще торгицин тоже. Вот, ну, он про вас сказал, тогда бабахи, не понимаешь. И он, я попросить не знаю. Я тоже ехал, ну, в ваших мнения не ориентируйсь. Думаю, дай, как-нибудь просто посмотрю. Подбрал ваш сон, например, ну, не знаю, там, вот так вот назывался. Набирал в интернете. У вас, например, там плоды, а там, как-нибудь, мелкие плоды, и шмирки, и наоборот. То есть, они, как бы, не совпадали. Поэтому я и хотел у Сойка, дальше вывод им подсказали, а не ориентируйся так, ни на кого ни на что. Ну, как мы будем говорить конкретно, вы даже не знаете, на что плевать, и что будете плевать. Я бы хотел, вот этот фильм, как закончить, вот этот? Значит, по косточкам, по черенкам я хочу высадить каталоги. Куда вышло? Каталоги у нас открыты. Что-что? Каталог не открыт. Почин открыл, сейчас мы вместе. Да, ну, это я имею в виду свежий каталог, свежий. К весне же они меняются. Ага. Вы можете мне, ну, сын, наверное, Калуся нас понимает. Вы можете найти мой электронный адрес, там же в каталоге. И сделать запрос на два, там же в этом, не в каталоге, а в этом. А, ну да, в каталоге, на сайте. Вы можете сделать мне запрос на два каталога, по семечкам, косточкам и черенкам. А там уже фотографии, там уже вы будете сами видеть, что вы хотите. Подвоенные, привойные. А потом, да, и второе. Когда будет готов ваш предварительный заказ, надо со мной согласовать, правильно? Вот там и поговорил. А хочется чего-нибудь такого. Некоторые говорят, а вы мне то, что в каталоге нет. А у меня есть, что в каталоге нет. Вот так. Понятно. Валерий, хотел еще вас спросить, знаете, по поводу груш. Вот груши у нас в Подмосковье, они, вот у кого не слышишь, они все мелкие, а я их, гадость, не вкусно. Так. Вот я вас посмотрел, в блоге десерт, мне очень интересно. Но лавры тоже мелкие, да? Как еще раз, еще раз назовите, как сорт? Десертная, мне кажется. Ага, одно слово говорит о том, что это высшее качество. Обижаете? Ну, я не прав больше говорить, что это и дело. А, не про меня? Десертных, как собак нерезанных, все равно. Крупнейшие питомники продают несъедобные груши. 20-30 лет назад, 40 даже лет назад. Я не буду их перечислять, я все их знаю. Вот. Они занимались тем, чтобы начинали продавать груши, даже непривитые. Вот. Уровень этих груш был примерно уссурийская. Вот. Потом пошли, постепенно, постепенно, постепенно перешли на лукашевские груши. Полукультурные. Но есть их невозможно. Потом начали прививать на эти же лукашевки, на уссурики. Все равно есть невозможно. Потом вывели сибирские сорта. Вот. Опять в основе уссурийские груши. И выводили, выводили. И опять их есть невозможно. Потом, наконец, появились крупные, качественные плоды. Целая плеяда. Но они почти невкусные. И вот как их тех пор и до сих пор крупнейшие питомники ими торгуют. Я не хочу называть их названия, вот эти груши. Только когда меня конкретно спрашивают, говорят, а вот такой соль, что вы скажете? Я говорю, не берите. У них практически нет. Я вот этот пример приводил. С Алтая приезжает научный сотрудник, свидетель Дускабилов, мой друг, авторитетнейший ученый из Абакана. Турсон Пулот Дускабилов. Он привез ко мне. Я полтора десятка груш угощал. Полтора десятка. Что он потом сказал? Причем сорта всемирно известны. Он говорит, я таких даже не слышал. И вот их уровень. А потом все это попадает их уровень в питомники. А потом люди говорят, ну человек 5-10 лет ждет первого рожая. Вы что, зависит от качества саженцев, правильно? 5-10 лет ждет. А потом, говорю, раз, и топор. Ну, не обидно, а? А тут сладчайшие груши, привитые на уссурийские. Причем она только сладкая. Потому что там от уссуриек, от их дубовости нет даже запаха. Даже ни одного этого самого. Ни одной этой самой, ни одной клеточки нет. Вот. А они крупные? Ни мёкные? Значит, средний размер груш. Возьмите лампочку 100-ваттную. От них, от такой и выше. Например, лесная красавица 300 грамм. Лесная красавица 300 грамм. Гигант Подмосковья 500 грамм. Но это рекордсмены. А так обычно 200 грамм, 150 грамм. Это средний размер, но они очень сладкие. Понятно. Ну, в общем, Владимир Константинович, вы рекомендуете просмотреть весь этот каталог, оттуда выбрать и вам присоединять? Да, и просто мне написать заказ, а потом уже будем согласовывать. Например, у меня там в списке идёт груша «Сваров» под первым номером, и все пишут «Сваров», даже не знаю. А вот она-то как раз из плеяды алтайских груш, полусладких, полукультурных. Молодое дерево ещё может дать довольно крупные, очень крупные вкусные плоды. А с годами идиотское сумасшедшее урожай невиданное, и кушать невозможно. Я сам брал сколько раз попор. Или перепревал, или уничтожал. Но это одна у меня такая. А почему? А я говорю, вам нужны семечки, а вам нужны подвой. Вот берите эту веточку, быстро за 2-3 года вырастить плодочащие дерево «Сварога». Возьмёте семечки и будете выращивать подвои. То есть это не для любителей, а для профи. Вот, я всегда. Почему я говорю «согласовывать»? Именно поэтому со мной надо согласовывать. Потому что я говорю, кто-то вырастет, молча я промолчу, ура, это самое, 10 семечек стоит 200 рублей. Он вырастет, а потом поймает, дальше в тюрьму железу подсунул. А я говорю, для профессионалов, для подвоев, для быстрого выращивания, чтобы это. Ведь проходит десятки лет, меня знают уже лет 25. Единственный питомник, это самое, уральский знаменитый этот, НПО, пока был жив его генеральный директор, он со мной дружил, принимал меня в гостях. Вот единственный, кто у меня выписал. Держите за стул. 2226 черенков. Сумасается. Правда, они почти все потом загубили, потому что у них уровень не тот. А сейчас там от них почти ничего не осталось, кроме названия. Названия не любят присваивать. И что получается? Остальные, вся страна, сотни питомников присвоили только мои фотографии. Кстати, вот прямо тут же, вот штаны, это рука и это самое, шорты Сергея. И вот на этой фотографии ее украли вместе с шортами. Там на руке два этих, два абрикоса. Воруют только так. Вот это вот, с моим лицом, да? Карельские абрикосы. Это я же не вам, я всем показываю. Тернопольщине, ну почти на моей родине. Сволочи. Земляки называются. Присвоили эту фотографию, написали, что вот этот тип, вот он я. Значит, у них выписал саженцы и вырастил вот это чудо. Вы потом увидите, а упадете. Вот. То есть даже стыдно со своих земляков. Вот такой пример. Ну, понятно. Вот это, еще одну фотографию покажу, да? Вот этот абрикос Амур, вот, использует фотографию под названием Амур колоновидный. Вот так вот. Ладно, я отвлекся. Смотрите, может быть, пока раз много говорят, сделаем два фильма вместо одного. А потом, главное, согласовать, согласовать, чтобы его, это, точно знать, что у вас будет, и что, наоборот, вам не надо. Ну, еще раз говорю, першик универсальный, приватен на что хотите. Черенки королевского абрикоса, черенки фаины. Вот. Приватен на сливы, по принципу, зацепиться, зацепиться. А потом меня не будет, вы черенки возьмете со сливы и перенесете, абрикосы вы черенки возьмете со сливы и перенесете дальше на этот самый, на, уже на абрикосы. А сейчас самый главный, вот этот момент, я надеюсь, рядом с вами сын, может, он тоже слышит. Потому что дети, это самый главный дефицит на свете. У нас дети все больше это. Хотите, правда, скажу? Не то, что деградирует. Просто это даже уже не нация другая, дети. Это сущность другая. И кого-то заставить в саду поработать, если только деньги платить им за это. Ну ладно, это моя больная тема, ладно. Ну все, расстаемся до того, как вы закажете каталоги. Я уже накалывался на это. Знаете, что такое сладкое, кисло-сладкое? Значит, невозможно. У меня же этот пример мой, он для меня, он попадет когда-то в учебники. Вот. Приезжают две машины, ехали в Ширы, эти, как их называют, эти, отдыхающие, Ширы, санатория. И завернули ко мне, не близко сотни километров. Любопытство разбираю. А время абрикоса, время июля. Вот. И еще у меня был в гостях местный авторитет. И еще кто-то был. Короче, было 12 сек, плюс я 13. Вот. И ну, а куда деваться-то? Такую даль ехали. Ну, послал, повел по саду. Угощал вот абрикосами, сейчас покажу, какими. Вот сейчас увидите. Сейчас поймете, это хорошо, что вы вопрос затронули. Сейчас я королевский найду, сейчас. Ну, это все хорошо. Потом увидите. Это вообще, это... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Я люблю академика снимать, он у меня самый крупноплодный. Сейчас. Вот фарина. Ой, ладно. Не буду отвлекаться. Сейчас я тут королевский покажу, потому что я королевским угощал. Это же, это же козырь, это шедевр. Понимаете? Это шедевр. Вот он. Вот это шедевр. Вот это плоды 80 грамм. Так? Который сейчас на руке. Итак. Попробовали. В диком восторге. Возвращаемся. Идем мимо Жердель. Жердель привез с Украины, привел на Маньчжурцы. Лежит ковром. Это в этом году 40 ветер дерево дало. Мотайте на ус. Телевидение снимало, я ничего не преувеличил. 40 ветер. А тогда было, это было лет 8 назад. Ну, скромно. Видер 15-10. Вот лежит 10-15 ветер. Ковром. А можно попробовать? Да есть? Двой, ой, ой, ой. Второй пробует. Потом все они, как знаете, есть такая, которая за щеки складывается. Есть такой хомяк называется. И вот они складывают за щеки, складывают, складывают. Остановиться не могут. Я говорю, ну что, я уже бежаться начал. Нет, это вкуснее. Я говорю, ставлю на голосование. Я взял, это же дегустация. Это полно народу. Рядом со мной авторитетнейший человек из наших, Саногорских. Вот. Что вы думаете? 12 человек проголосовало, что вкуснее этот каун с кислинкой. Жердач Украины. На Маньчжурце, поэтому с кислинкой. Ну и что, после этого, как я буду писать? И у меня есть другой термин. Вкусные. У меня даже вишня. Я вишня с кислинкой. Мои вишни едят горстями. В общем, больше для меня термина сладкий нету. Сладкий, несладкий нету. Есть вкусно, невкусно. В моем каталоге вкусная. Точка. Я говорю, вот вы писали, вкусно. Я снимаю. А я буду всякой дрянью торговать. Да нет, конечно нет. Но все равно. Я жалко убивать даже. Не знаю, оно, скажем, не совсем удачно. Ладно. У нас же слушает полно людей. Давайте будем более компактно говорить. Итак. Хорошо. О, случайно натался на эту жердель. Но, черт знает, в каком году она снята была еще. Давно-давно-давно. Это еще молодое дерево было. Но тогда уже, видимо, 5-8 давало. Вот у меня прямо она на экране. Вот это и есть жердель. Ладно. Теперь она огромная, огромная, огромная. Ой, сколько она места занимает. Ладно. Давайте на этом этапе закончим. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Сейчас я проверю, шла ли запись. Запись шла. А еще знаете что? Можете дальше слушать? Можете нет. Я сейчас... Мне это... Мне еще... Мне еще впереди расходов еще больше. Поэтому я попробую что-то еще в качестве рекламы. Сейчас я не за себя, а за своего друга. Итак, многие уже знают, что есть такой волшебник. Хоть и смешный. Это мой друг Олег Сароватко. Очередные 6 ножей привез мне на продажу. Я их продаю по 3 тысячи. Смотри, ну плюс мне большая... Плюс пересылка. Значит, 5 продано из вот этих... Показывает. 5 продано. И один еще свободный. Глядя, что-то купят. Глядя на фильм, хотя бы один купят. Дело в то, что время уходит. И интерес падает. Вот в чем дело. Вот. Понятно. Так что и точилки. Вот он привез точилки. Просили, просили. Он доделал точилок, но вдруг к ним интерес пропал. Этот же нож. Это я вынужден рекламу делать. Хотя терпеть не могу. По телевизору рекламу. Вот она, точилка. Вот она. 200 рублей всего стоит. И вот он нож. Вот в правой руке. Вот это именно. Вот это вот самый. И точится. А потом спокойно сбривает волосы на руке. Бумагу режет. Вот и так далее. Вот это небольшая реклама. 3000 нож. 200 рублей точилка. Вот такая. И у меня сейчас 6 точилок. Свободных. Потому что просили, просили. А когда точилки он сделал, уже интерес пропал. И нож пока один свободный. Но он может сделать их в неделю еще по нескольку. Так что заказывать можно в прок. Вот этот момент я хотел отразить в качестве рекламы. Куда деваться жить-то надо. А кто же купит, если знать не будет об этом. Вот. И где-то у меня это. Тут точилка плохо. Я сейчас возьму. Я тут точилку покажу. Видео фотографии. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне уже само стыдно. Я так долго, это. Да, чем богат. Давайте еще раз говорю. Этот год, он когда-то все равно станет последний. И многие. Да, в следующем году закажу. А сколько людей говорило. Ой, мы опоздали. Ой, мы опоздали. Вот я нашел точилку. Да, правильно. Все надо делать долго. Ну, это и вы уже тогда с вами прояснился. Давайте, прощаемся. Сейчас займемся изучением в прошлом. Я еще, самое интересное, вы не назвались. Я даже знаю, как вас зовут. Меня Константин. Ну, хорошо. Константин. Очень приятно. Все, я остановлю трансляцию. Сейчас займемся изучением в прошлом сада. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...